всем привет вы на канале семейка тем наконец-то пришло время убирать картошку мы уже почти все и убрали посадили овес вот в этом году урожай у нас такой прям мягко сказать не очень но опять же все зависит от сортов я уже говорила в предыдущих роликов на роликах у нас несколько сортов картошки около 15 наверное вот последний сорт который еще стоит а вот остальные сорта полегли в этом году очень рано фитофторой их убила ну и там она такая мелковатая не очень вот картошку в этом году мы убираем с помощью нашего нового приобретения вот я слышу там уже гоша завел его едет и сейчас вот нам осталось убрать один сорт картошки тот зеленый пусть еще пока стоит вот две бороздки сейчас мы покажем как работает трактор ок наш самодельный мини трактор немножко гоша там его дорабатывал после приезда и вот сейчас покажем как на нем мы работаем вот он здесь сажал и барновал тоже с помощью него наш едет помощник лето в этом году непонятное то дожди заливают то сушь стоит так что не очень мы рады наши картошки едет отдельное видео по трактору гоша снимет потом еще уже там какие-то моменты снимал где что находил что доделывал немножко переделывал под себя привет привет горазды мы сажали уже под трактор мы знали что он у нас будет уже на 70 делали это вот сорт который кстати очень вкусный вот Вот видите, да? Есть там экземплярчики? Ну вот здесь зелень стояла, конечно, ботва была не очень. Есть там хорошая? Ну да, здесь немножко покрупнее. Может быть, сорт такой, что на питофтору не очень подвержен питофторе. Вот здесь есть картошка. Есть, ну, хоть что-то будет. Двух борозд, конечно, много все равно не соберем. Специально для трактора немножко изменили ландшафт нашего участка. Вот здесь убрали, бровку немножко подровняли. Была другая здесь, более пологая. Практически до поля был этот бугор. Вот Гоша его раскидал, скидал туда. Сосны один ряд убрали, пересадили. Здесь есть картошка? Ну, я вижу, что здесь есть. Побольше, чем было, и покрупнее. Ну, как покрупнее? Ну, в сравнении с предыдущими сортами. Она покрупнее. Ну, все равно мелковата. Может быть, она больше. Конечно. Нет, в том году она больше была. Однозначно. Крупнее. Ну, крупнее. Ну, она еще... Она еще... Не, она дозрела, дозрела уже. Дозрела? Да, хорошо отходит. А вот тот еще не дозрел, наверное, черный, который фиолетовый. Ребята, потом полное там мое мнение об этом тракторе расскажу. Вот. Сейчас, посмотрите, копалка такая. Короче, сделано было совсем неграмотно. Просто был здесь штык и обрезан. Потом мне вот дослали вот эту штуку, обруба, как я его называю. Не понимаю, зачем его обрезать. То есть, все равно на одной палке, то есть, его бы выворачивало. Я пока здесь вот так цепь поставил сюда. Ну, чтобы его не в сторону никуда. На болты усилил ее. По вот этой штуке была обычная профильная труба. Наверное, самая-самая дешевая, которая только есть вообще найдена. Почему? Потому что она начала сразу расходиться. Вот, посмотрите. Начала сразу расходиться полностью. Это мы ее уже обварили точечками. И гнуться начала. Я вбил туда лом. Внутрь вбил лом, обрезал. Вот. Что еще? По поломке, в этом видео есть, как мы забарановили посевы. Вот. Здесь тоже начало гнуть крепление рулевого редуктора. Вот она, пластина вот эта. Я уже сюда вставил другую пластину. То есть, усиливаю ее. Там проварили и ее тоже к этой пластине приварили. Вот такая фишка. У нас теперь зазора нету тут, да? Да, да. Все тут заварено. Теперь ее не ломает. Вот. Теперь и скрипит перестал. Ну да, и не скрипит больше. Вот видишь, как я тебе тогда сказал, что он скрипит. Ты внимание обратил. Не, ну он скрипит. Нет. Что он скрипел, просто непонятно. Ты говоришь, да так и должно быть. Вот так. Ну, потом я полное собрание по этому трактору сделаю и выпущу видео. Вот так. Пока. На этом все. Всем пока. Удачи. Хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok